Аватар 1, фильм от режиссёра-визионера Джеймса Камерона, рассказывает магическую историю о том, как Джейку Салли, донецкому шахтёру, пришлось улететь на другую планету, чтобы ему наконец-то заплатили за должность по зарплате за ноябрь 1989 года. Джейку пришлось пережить много трансформирующих его личность приключений, чтобы понять, главное это дружба, потому что порешать вопросики можно только если у тебя есть друзья в местной администрации. А ещё в джунглях магической Пандоры он купил себе вьетнамскую жену, которая в свои пожилые, но ещё не дряхлые 19 лет была обучена самым главным семейным ценностям. Борщ варить, пиво покупать, секс сдавать. Аватар 2, фильм от режиссёра-визионера Джеймса Камерона, рассказывает магическую историю о том, как Джейку Салли, питерскому блогеру, пришлось улететь на другой континент, теперь родной для него планеты Пандора, чтобы ему наконец-то выдали грант на поддержание проваливающегося блога микромедийной организации. Джейку пришлось пережить много трансформирующих его личность приключений, чтобы понять, главное это дружба, потому что порешать вопросики можно только если у тебя есть друзья в администрации Санкт-Петербурга или даже президента России. А ещё в джунглях магической Пандоры он купил себе личный дом и два Мерседеса, помощью которых он понял, что главное в жизни заработать как можно больше денег, потому что ценности это фигня, а главное борщ варить, пиво покупать, секс сдавать. Насколько Аватар 1 и Аватар 2 друг на друга похожи, даже трудно описать на языке зумерских псевдошуток. Поэтому дальше я перейду на исключительно интеллектуальный язык. Это буквально два одинаковые фильмы, набагато цикавшие, подивитесь якими засобами, и это повинны будьте страшенно потужны кошки. Джеймсу Камерону вдалось вкрасть и панать 2 миллиарда грошей у голодующего населения Ливана. Всё устал нахуй. Чтобы говорить на украинском языке, надо быть рил-сверхукраинцем, способным убирать торговые центры Урландии и одновременно воевать на Донбассе. В первом фильме Кузьмич Петрович с Донбассу Джейк Салли отправляется через космос на другую планету, Пандору, где он в качестве бойца ЧВК, нанятой суперкорпорацией Макдональдс, становится агентом, внедрённым в ряды аборигенов. Его задача научить аборигенов носить джинсы и есть бургеры, а не жрать говно космических медведей и размахивать у всех на виду своим половым ордом. Человечество на эту планету приехало не просто так, а за особым мега-минералом Анаптаниумом, который делает неизвестно что, но на Земле его продают за дофига лярды. Оказывается, что место с самым большим запасом Анаптаниума находится под деревом, на котором живут голубые ноги. А это дерево ещё является и биологическим интернетом, который соединяет вообще всё, что есть на Пандоре. Но говно и длинные хуи оказываются слишком привлекательными, и Джейк предаёт своих товарищей по оружию и всё остальное, чтобы жить среди аборигенов, потому что ему приглянулась местная тяночка-писечка хаванесовского телосложения. Как есть женщины рубенесовского типа, то есть жирный кафе мамка. Точно так же хаванесовские женщины это те, которые весят до 45 килограммов или меньше. Какой является новая домашняя и гёрл найти? Представительница вида аборигенов Пандоры Нар. Напишите, являются ли отношения Джейка за афилией в комментариях. Джейк преисполняется синими аборигенами и решает сначала помогать, а потом и возглавляет борьбу против колонистов Земли. Командование землян не оценивает шутку Джейка и посылает все свои войска, чтобы устроить бахмут синим аборигеном. Но на стороне аборигенов выступает сама природа, и раи каких-то крылатых ящериц, акул-молотов, скрещенных с бегемотами, интересно как они делали это, нападают на войска колонизаторов. А Джейк в мужской битве один на один убивает главного военного колонизатора, полковника Кварича, который в начале фильма был для него почти как Дмитрий Юрьевич для нас, отцом которым не смогли стать наши биологические отцы. После чего аборигены вырезают всех землян, а из их кожи делают презервативы. Первый фильм вышел в 2009 году, а второй только в 2022. Вся экономика США работала 11 лет, чтобы создать Аватар-2. Американцам пришлось вывести войска из Афганистана, сократить финансирование здравоохранения и полиции. Направляя экономику США на создание Аватара-2, Джо Байден сошел с ума. Но они сделали это. Во втором фильме злые земляне прилетают на ту же самую планету, чтобы ее колонизировать опять. После недолгих попыток сопротивления, Джейк, который за 100 лет успел нарожать штук 30 детей, и его семья решает перебраться в новое племя на другом конце планета. Поскольку старое племя перестало их понимать и не хочет опять воевать вместе с Джейком, который своей воинственной любовью к природе уже достал даже голубых индейцев. Джейк с семьей мигрируют в племя салатовых нави, которые плавают на уву кавайных тюленчиках. Опять Джейк и его семья должны привыкнуть к новому образу жизни. Опять учиться плавать на ящеротюленях и понимать тонкости местной культуры. Опять прислушиваться к голосу природы, но вместо джунглей теперь природу воплощают киты. Разумные супер-киты не только такие же умные, как люди, но они еще и более моральные. Потому что в прошлом они устроили мировую китовую войну, но вместо того, чтобы ее повторить, киты сложили оружие и стали пацифистами. Но земляне тут решили испортить новям жизнь. Оказывается, что в мозгах китов содержится супер-жижа, которая может продлевать землянам жизнь. Поэтому на китов начинал доходиться прилетевшие с земли китобой. И заодно земляне решают отомстить Джейку, потому что они могут себе позволить тратить военные и материальные силы на отстрел одного синяка. После того, как они прилетели с другой планеты, и у них каждый грамм воздуха на весу. После примерно миллиона попыток, похожих на погоню из Тома и Джерри, отыскать Джейка и его семью новей, военные находят новое племя и мобилизуют против него все свои силы. Опять. Джейк и его братва собираются со всеми своими силами и пытаются отбиться от противника. В критический момент им на помощь приходят над мозги киты, из-за чего нави отбиваются от супер-оружия земля. К кульминации защиты Джейком космических семейных ценностей становится драка один на один с Кваричем, который воскрес в виде навихона. Опять. В конце земляне как бы побеждены, но не совсем. Джейк и его семья привыкают жить среди нового племени, которые его принимают как родного. Теперь Джейк сможет жить в гармонии с собой, с природой и своей семьей и готовиться к третьему фильму. Опять. Как говорили наймудрейшие из мудрых, шутка сказана дважды в два раза смешнее. Точно так же Аватар 2 в два раза более Аватар, чем Аватар 1. Оба два Аватара это не фильмы, это жанр порнографии. Да, я знаю, что есть и буквальная порнография с Аватаром, и я её уже отсмотрел. Но я имею ввиду другое. В настоящих фильмах есть некое рациональное или даже образовательное содержание. Вот, например, вы решили посмотреть неведомую ебучую эзотерику типа Освященная гора. Чтобы понять, что это такое, нужно посмотреть мой обзор и напрячь немного мозг. Попробовать представить, что хотел сказать автор фильма или даже почитать о том, что означают те или другие предметы в фильме. Или вы посмотрели какой-нибудь 317-й взвод, после чего стали командиром стрелкового взвода высочайшей квалификации и взяли Вашингтон за три года. В обоих этих фильмах содержится какая-то информация, которую из сюжета фильма не стыдно перенести в реальную жизнь, по крайней мере в целях высокоинтеллектуального развлечения. Вот вы встретились в своей 25-30 лет в первый раз женщиной и решили ей пересказать сюжет 317-го взвода, вписав в него себя и поменяв Вьетнам на Донбасс. Гарантированный секс гарантирован. Короче, речь идет о той самой культуре, которая может служить пространством для дискуссии и даже для инфлекции о том, что происходит в реальности с помощью тех самых художественных фильмов. А вот порно-кино это совсем другое. В таких фильмах может быть понятно все, что показано в сюжете, но после просмотра хочется задать вопрос, что это было. Ни одного впечатляющего сюжетного движения не случилось. Персонажи картонные и однослойные. Из такого фильма ничего невозможно перенести в действительность. Вот это вот и есть два фильма из серии Аватар. То есть образовательное содержание таких фильмов нулевое, как Вейп. Помните эти хуевины, да? Это как сигареты, но от Вейпов даже рак легких заработать не выйдет. Совершенно бессмысленная фигня. Именно смысл и есть то, что отличает хорошее искусство от плохого. В слово смысл вкладывают какие-то эзотерические понятия, но это совершенно преклонная категория. Например, смысл хорошей комедии вызвать у вас смех. Если вам смешно от часовой записи пердежа, значит, как комедия, час пердежа имели для вас смысл. А морализаторское выступление комедианта о том, как он хотел стать трансгеем, но не стал, потому что и так забыл, где у него хуй, не имеет смысла, если оно не смешное. И при этом также неважно качественно или кажется оно социально правильным, если в нем нет смысла, характерного для произведения данного жанра. Насколько аватар 1 и 2 являются клонами друг друга, можно понять, если главным сюжетным точкам дать условные названия. Например, хороший в душе, но страдающий от обстоятельств ГГ, решает начать жизнь сначала в новом мире. В этом новом мире он встречает местных аборигенов, которые помогают ГГ найти душевный покой и смысл жизни. ГГ нужно выбирать между человечеством и синевичеством, и он выбирает абориген. Чувствуете, как второй фильм повторяет то, что было в первом, только смещает события в сторону увеличения масштабов происходящего, или меняет персонажей местами, но не меняя их функции. Особенно хорошо это видно на примере финальных битв в обоих фильмах. Военные землян решают уничтожить аборигенов и всю их природу с помощью своих самых прокачанных танков и самолетиков. Но Джейк, аборигены и природа планеты собирают волю в кулак, уничтожают самую большую вундервафру землян и убивают их главного и самого злого военного. После чего Джейк и его новая любовь начинали жить в любви и гармонии и в куче заразной грязи на новой планете. В сюжетном смысле фильмы буквально одинаковы. Например, в первом аватаре основным сюжетным ходом, после которого сюжет переходит в финальную стадию, становится момент смерти местного вождя Нави. Дедушка не одобрял всяких этих ваших тиктоков, аниме или компьютеров, поэтому он решает послать Джейка куда подальше и вообще его убить. Но внезапно земляне нападают на Гига Куст, где проживало племя, и деды Нави либо погибают, либо вынуждены согласиться, что пора воевать, и назначают Джейка боссом своей качалой. Во втором фильме эта же сюжетная последовательность повторяется в том же самом месте сюжета. Джейк с семьей приезжает в новое племя, где его встречает консервативный вождь нового племени Нави. Дед сначала тоже не хочет воевать, но после того, как на его грядки и рыбов, а потом на его самого нападают земляне, он резко меняет мнение и соглашается сделать Джейка главным по войне и решает защищаться. Более того, второй фильм повторяет и первую в визуальном плане. Самым очевидным примером копипастинга наверное будет Чудо оружия землян. В первом фильме это супер бомбардировщик, летающий сырный треугольник, а во втором фильме чудо оружием становится супер китолов, плавающий в метаз. Запустите оба фильма одновременно и попробуйте найти хотя бы два отличия. Если найдете, напишите в комментах. Тем не менее, все фильмы в этой франшизе, несмотря на их вторичность и наивность, смогли стать одними из самых прибыльных фильмов в истории кино. Так что нельзя сказать, что эти фильмы делают имбецилы, которым просто повезло на два с копейками миллиардов два раза. Скорее наоборот. Джеймс Камерон и его институт выкачивания денег из человечества вложил огромные интеллектуальные усилия в создании не фильма, в котором есть вдохновляющие идеи, а медийного продукта, идеально просчитанного на квантовом суперкомпьютере для того, чтобы засылать свои образы прямо в мозг зрителю. И с каждым таким выстрелом мозг несчастного зрителя становится все жиже и жиже, пока не перетекает на панковский счет Камерона. Из нарративных компонентов аватары примечательны тем, что это невероятно прямолинейный фильм. Просто каждый сюжетный элемент сделан предельно понятным и узнаваемым для человека из западного, среднего или рабочего класса. Главный персонаж не быдло и не интеллектуал. Все его мотивации сводятся к очень понятной симпатии к слабому. В этом случае к племенам новей, на которых несправедливо нападал злые и плохие земляне. На бездуховном западе даже есть понятие андердок. Нет, это не положение снизу и спереди во время бездуховного ЛГБТ-секса, а речь идет о неком духе борьбы, который присущ, например, более слабому физическому бойцу, но который отчаянно не хочет сдаваться. Собственно, эта готовность бороться, зная, что шансы победить и отрицательны, Джейк, племя Нави, затем второе племя Нави и семья Джейка всегда выглядят как заведомо слабая сторона в конфликте с технологически более превосходящим противником. В первом фильме это даже очевидно визуализируется. Джейк вползает в фильм верхом на каком-то скрипучем кресле-каталке и еле-еле может даже сделать одно отжимание. А его главный противник Фаридж жмет от груди двухсотку и пафосно доминирует на огромном экзоскелете. Главный персонаж типичен для целевой аудитории не только в моральном смысле, но и, как ни странно, в политическом. Джейк – морской пехотинец, который где-то за кадром участвовал в очередной американской войне за нефть. В фильме говорится, что американцы на земле разбомбили и демократизировали Венесуэлу, где и решился всех трех ног Джейк, после чего он разочаровался в жизни на земле, где нет места для открытого и честного представителя среднего класса. Можно сказать, что это адресация к левой или к так называемой антиколониальной политике, в рамках которой предлагается отрицать милитаризм и империализм, которым отличается политика США прошлых всей их истории. Часто говорят, что Аватар – это сюжетная компия танцев с волком. Разочарованный в своей стране военный решает защищать коренных американцев-индейцев от колонизаторов со стороны своей родины. Так и есть. Но Аватар – это скорее копия рожденного 4 июля, где Том Круз, туповатый, но честный патриот США, отправляется колонизовать Вьетнам, становится свидетелем военных преступлений против прекрасных аборигенов, решает с ноги и становится строгим протестующим против американского империалиста. Только в Аватаре вместо протестов и символического сопротивления Шейк решает убить своих бывших товарищей по оружию и планете с помощью своего нового тела супераборигена. Тем не менее, фильм не стал бы таким успешным, если бы стоящие за ним авторы слепо повторяли бы то, что стало популярным в бас-медиа из-за политического климата. Аватар очень умно работает с политикой, поддерживая одни или отрицая другие идеологии. Аватар 2 не только не стал идти на поводу тренда феминизма и ЛГБТ-пропаганды, а наоборот, очевидно, отрицает именно эту часть современной западной идеологии. Оцените форму тела главной Нави на Итире. Если вы были хоть полторы секунды в интернете, то знайте, что в рекламных роликах разных ресурсов сомнительного качества любят использовать женские тела привлекательными формами. Но те ресурсы, которые особенно заинтересованы в рекламировании своего контента, любят показывать женские тела категории мечта педофила. Честно говоря, не знал, почему в мире сексуализированного контента всегда происходит педофильское смещение, но в Аватаре Нейтире выглядит как будто ей всегда 14 лет. Хотя по идее ей должно быть седых 16 лет. А во втором Аватаре буквально появляется новее, которая не только выглядит на 14, но и ведет себя как самая обычная школьница. Полное соответствие формы и содержания и отличная адресация к сексуальному инстинкту практически всех на этой планете, особенно мужского пола. Но не все так просто. Кроме вызывающего вопросы внешнего вида к женским персонажам, применяется и серьезное социальное содержание. Как и в случае с Джейком Салли и политическим контекстом, возникает ощущение, что и выстраивая виды поведения всех женских персонажей, руководствовались данными о самых современных социальных тенденциях. Да, Нейтире и другие на Нави очень сексуализированы внешне, но их поведение носит подчеркнуто консервативный и традиционный характер. Все женские персонажи к главному герою относятся одновременно с огромным вниманием и заботой, но при этом выглядят так, как они выглядят. Что Нейтире, что все остальные женские персонажи, которые приближаются к Джейку на расстоянии и герл с этого вашего онлифанс или твича, которая выполняет главную мечту всех ветеранов интернета. Ведет себя как нетребовательная, самостоятельная, но привлекательная ручная женщина, которой интересен только ты, задротик, и только потому, что у тебя такая интересная личность, а не потому, что ты ей ползарплаты отдаешь каждую неделю. Выглядит как шлюха, а ведет себя как мамка. Кто еще нужен настоящему воину духа? Если Камеран нащупал эту целевую аудиторию случайно, то он самый везучий человек на планете. Но скорее всего была проведена серьезная исследовательская работа, чтобы установить, какая же целевая аудитория является самой платежеспособной. Более того, ко второму фильму эротичность, прикрытая семейными ценностями, стала не только хитрым способом загнать в кинотеатры одиноких и очень хорный кабанчик, но и превратилась в весьма громкий лозунг протеста против так называемых либеральных ценностей. В фильме нет ни одного гея, лесбиянки или альтернативных половых ориентаций. Есть одна крепкая семейная скрепа, когда Джейк Салли вместе со своей семьей из 20 человек и беременной жены обрекают человечество на вымирать, поскольку в этой вселенной планета Земля погибла, а потом к нему присоединяется другая семья новей с беременными женщинами, чтобы очень семейно и традиционно убить всех, кто против их. Камерону можно только по-доброму завидовать. Он нашел способ, как одновременно показывать семейные ценности и практически самую отвратительную, как для кого, конечно, ротику и с возможностью. Неудивительно, что оба фильма собрали по 2 миллиарда долларов. Они оба нацелены на самую непритесательную аудиторию, но при этом сделаны крайне дорого и технически совершен. Аватар 3 был снят нитшанским убер-эксплуататором Гоев, потому что этот фильм буквально ничем не отличается от Аватара 2. Аватар 2 ничем не отличается от Аватара 1. Я смог посмотреть раннюю версию Аватара 3, потому что это был единственный способ заставить Джеймса Камерона перестать комментировать и лайкать это видео, а также оставлять бесконечные миллионы и донаты, которые он мне посылал. Камерон мне донатил так много денег, что в Северной Корее почти закончился рис. Из-за этого Ким Чан Уну пришлось бы найти нормальную работу. А я не могу допустить человеческих стран. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова